ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я его покупаю. Роскошно. Даже на секунду не хочу выпускать тебя из рук. Подожди, мам, я говорю, все, мы долетели, мам. Все, давай, дорогая. Юль, в Майами, тут холодно. Ян, тут не холодно, тут три тысячи солнечных дней в году, но прямо сейчас… Смотри, Юль, точка вот. Мы же рассказали, выросли столбика. Ребята, так, стул. У нас на этот стол мы заходим на уровень столба вот сюда. Заходим в кадр активненько. Это необычный выпуск «Орла и решки». Пацаны, не обессудьте. Ну это так, вы же понимаете, шоу ради. Я чайка и дура, судя по всему. Это спецпроект «Орел и решка неизданные». Сезона «Безумные выходные». Сегодня мы покажем все, что не попало в монтаж официальных безумных версий. Мне стыдно, я чуть-чуть даже покраснела. Все, что осталось за кадром. Понял, освежилось. И все, что не пропустила цензура. Я немножко... Ой-ой-ой. Я хочу себе 100 долларов. Ой-ой-ой. Эти безумные карты. Неудачные дубли. А теперь внимание. Этому сау... 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 Все, ребят. Не вошедшие сюжеты. Добро пожаловать ко мне домой, друзья. Не переверни меня, умоляю. Обломы. Ой, часы. Ой-ой-ой. Ребята, часы. Скандалы. Щелк. И нет у нас больше ведущего. Личные впечатления. Пятерочка, да? И откровения ведущих. Не так это и просто. Это ваша Орел и Решка. Мы покажем вам 45 минут чистого безумного эксклюзива. А ваша Галя балована. Ну, Орел и Решка, давай. Ай! Еще больше историй. Однажды в одном индийском замке. Жили бездомно. Еще больше Орла и Решки. Вечеринка сегодня будет уже год. Ну что, ребята, начинается? Крути педали, пока гондолисты не догнали. Это, конечно, легендарно. Ну что, Олеш, снял, как будто бы я супергерой, прям на вершине стою уже, а? Есть? Снято? Все, супер. Снимайте меня отсюда, давайте. Я не хочу больше. Это супер высоко. Зачем сюда лезть, если можно просто купить кокос? Снимайте. Help! Help anybody down! 24 сезон тревел-шоу «Орел и Решка» мы решили назвать безумным. И посетить самые яркие, самые необычные и самые красивые города нашей планеты. Чтобы познакомиться с их самыми безумными развлечениями, невероятными достопримечательностями и сумасшедшей едой. Сезон стартовал и ничего не предвещало беды. Но вскоре с миром случилось настоящее безумие. Всемирный карантин и закрытие границ. В Венеции вспышки коронавируса и мы его облетели. Главное не на язык. Коронавирус входит. Коронавирус гуляет. Помыли ручки. Ой-ой-ой-ой! Твою мать! Бежим отсюда, ребята! Я увольняюсь! Блин! Вы же сказали, что на Андаманах нет еще ни одного случая. Почему тут в центре города стоит сцена, на которой написано коронавирус? Впервые за всю историю «Орла и решки» мы были вынуждены остановить съемки и немедленно вернуться домой. Но материала, который мы успели отснять, оказалось так много, что он даже не поместился в официальные версии программы. Поэтому мы бережно собрали его в один спецвыпуск и сегодня готовы поделиться им с вами. Друзья, я совсем забыла, мне же Янчику надо позвонить. Алло-алло? Приветики. Ну что, дома сидишь, небось, на диване? Ну, да. А ты? Да, я не сижу. Ну, а где мне еще сидеть? Слушай, знаешь, что самое приятное? Что, несмотря на то, что все мы сидим на диване, путешествия с «Орлом и решки» не заканчиваются. Это правда. Ну что, смотрим безумно неизнанное? Да. Погнали. Погнали. В самом безумном сезоне «Орла и решки» и ведущие должны быть обезбашенными. Ими стала пара известных блогеров. Женственная и романтичная Юлия Коваль. Я тачу пиво, я не тачу никаких сруб. И бесстрашный Ян Гордиенко. Короче, я не ссыкло. Я ссыкло. Ладно, меняю свое мнение. Чтобы стать ведущими популярного шоу, ребята прошли жесточайший кастинг. Вот я в первой программе и раскрыла секрет, как я сюда попала. Прямо сразу в рот? Да. Ну с Богом. Ну что, вот вы узнали мою целевую аудиторию. А также заручились поддержкой профессиональных экспертов. Ребят, расклад такой. Янчик хороший ровный пацан, так что нужно брать. Вы что, там совсем с ума посходили? Да он же конкретный дебил. Ян и Юля были настоящими фанатами Орла и Решки. И попав в шоу, их счастью не было предела. Чао, бамбино. Я ведущий Орел и Решка. Как? Мне в жизни повезло, ребята. Да, спасибо шоу Орел и Решка, что исполняют мои мечты. Это работа мечты. Орел и Решка, я люблю тебя. Но вскоре они окунулись в настоящую реальность съемок безумных выходных. Ну что за хаос? Какое-то безумие. Вы сумасшедшие. Кто придумал эту передачу? Куда тут идти дальше? В работе вашей мечты. Орел и Решка. Как я попал на этот проект? Зачем? Ничего не хочу. Хочу домой, ванну хочу принять, душ хочу принять срочно. И каску хочу себе. Мне никогда еще не было так страшно. Сейчас я не контролирую ситуацию максимально. Я не понимаю, что происходит. Зонтика же нет у нас, да? Нет. Он нам не нужен. Не надо, еще не адаптировался. Я хотел сказать, что все, я адаптировался. Не, еще чуть-чуть. Волнительно. Несмотря на трудности, Ян с Юлей сразу проявили свой профессионализм и опыт. Чуть-чуть воняет, конечно, тут разными видами выделений и птиц, и человеческих. Не спрашивайте, как я так профессионально определяю. Ну, есть некоторый опыт. Оказалось, что они прекрасные ораторы. А вот эти вот соблазнительные автомобили, да, большие автобусы, они везут в мир сознания. Там, где есть связная речь. Ну, короче, мне не по пути с ними. Мы приехали в еще… Не мы, а я. Албани Булл. Это бывшая свалка, где было… В общем, если вы охотник… Ой-ой! Саш, ну как это возможно? Что со мной происходит? Ну скажи, пожалуйста, ну как? Зап-цап-цап-цап! Свалка, где хранил… Ой-ой-ой! Все, Сань, я достала изо рта. И готова писать. А также очень собранные и уверенные ведущие. Я, по-моему, забыла, куда я 100 баксив дела. Хочу домой к маме. Хочу домой. Я телефон потеряла. И, конечно же, новички сразу же нашли общий язык со всей съемочной группой. Друзья! Нету у тебя друзей. Ладно, давай. Смотри, хочешь секс покажу? Готовы видеть секс? Саш! Саш, ну дай покажу. Не жуй жвачку, ну ж… Ой-ой-ой! Ты эта коронка отколололась. Я симпатичная хоть немножко. Чего? Ну типа, как там вообще сейчас внешний вид норм? Ну Сашу, подожди. Не кусай губу. Не надо лишнюю задеть, просто молчимся. Да мы можем тратить за кадром все что-то. Ты должна молчать и подчиняться. Как бы тебе не хотелось нам что-то ответить, то нельзя. Потому что ты в карте. Но больше всего новые ведущие переживали, как сложатся их отношения со зрителями. Поэтому перед каждой съемкой тщательно готовились и очень нервничали. Ну это так, вы же понимаете, шоу ради. Я еду на пляж, поэтому мне надо заниматься спортом. Я не успела похудеть к пляжу, поэтому я буду худеть прямо сейчас. Пацаны, не обессудьте. И зрители по традиции сразу же влюбились в Юлю и Яна. Где вы нашли этих нищебратских ведущих? Я все понимаю, но трудно было взять ведущего с нормальной дикцией. Не ведущий, а типичный пацанчик с района. У новой ведущей нет своей изюминки. Индивидуальность. Точная копия. Самый мерзкий ведущий из всех. Оба ведущих. Полный слух. Более туповую ведущую трудно представить. Но ведущие стойко перенесли народную любовь. У тебя хорошая дикция, красивый голос и прическа. Так это все это проходят. Ну чего ты? Это не то, что ты дура. Надеюсь, ты не думаешь, что ты дура? Да не дура. Все у тебя хорошо. Очень сложно. Но самое главное, что сезон «Безумные выходные» еще даже не преодолел свой экватор. И наших ведущих ждет еще немало испытаний. Я думал, что нормальные решки надо мной будут только издеваться. Но нет! Посмотрите, где я сейчас. Я просто лечу на вертолете и кайфую. Это улет. Слушайте, ну здесь, конечно, роскошная роскошь. Помните Раджу, которому золотая антилопа отсыпала денег? Интересно, это он построил? Хорошо, что я живу в 21 веке и моя золотая антилопа вот она. Функционал у нее будет побольше сказочный. Кэш в любом банкомате мира, бесконтактная оплата, консьерж-сервис. И я в любой момент могу сказать, хватит. Хотя пока совсем не хочется. Венеция. Город романтиков. Стремительно уходящий под воду. Этот факт сделал его одним из самых посещаемых уголков нашей планеты. Приехали сюда и мы. Юле досталось 100 долларов и она все выходные бродила по улочкам древней Венеции. И даже заглянула в местную книжную лавку. Ребята, в общем, на Решке, как вы понимаете, с личной жизнью все туго. Но благодаря этой книжке и этого прекрасного магазина у меня все стоит чуть веселее. Так, я эту книжку точно покупаю. Но я же не могу только о себе думать. У Янечка тоже с личной жизнью все не так уж хорошо. Поэтому мы возьмем вот эту книжечку. Смотрите какая. Ян с безлимитной картой в Венеции менял транспорт как перчатки. Сначала он летал на вертолете. Помогите, спустите, выпустите. Как открыть эту дверь, непонятно. Потом арендовал самую старую лодку в городе. Саня, ты куда? Мы же тебя забыли. Ты запрыгивай быстрее. Ты же не доплывешь так. И, конечно же, рассекал по каналам на гондоле. Я с уверенностью могу назвать нашего водителя ювелир. А все потому, что он в любую щель пролезет. Но был у Яна еще один транспорт, который мы не успели вам показать. Исправляемся. В венецианских каналах есть проблема. Сильные перепады уровня воды. Поэтому там, где не пройдет обычная лодка, проплывет вот это чудо техники. Waterbike. Нечто среднее между катамараном и велосипедом. Легкое плавучее средство, которое приводится в движение за счет ног. Ну, как говорится, крути педали, пока гондолисты не догнали. Да ты шо, это же инженерное чудо. Все, я сейчас по течению, гляньте, полетел. Могу даже без рук. Вот так вот, вот так вот. Но тут меня ждало разочарование. Штука, конечно, прикольная, но, к сожалению, в город на ней не выплывешь. А все из-за законодательства лодочного. На время карнавала из-за большого наплыва туристов передвижение по каналам ограничили. Доступ имеют исключительно плавсредства, которые предназначены для перевозки пассажиров. Вотербайк в эту категорию не попадает, потому что это не транспорт, а развлекательный аттракцион. Наконец-то, приземление на землю. Может помочь ему? Нет, ну я же богач. Готов? Да. Уважаемый зритель, у меня для вас есть очень важная информация. Я очень люблю поесть. Когда мы искали новых ведущих для безумных выходных, мы и не догадывались, что найдем безумно голодных и прожорливых ребят. Мне кажется, вы никогда не увидите меня столь счастливой, как когда я держу в руках еду. Так-так-так, наступила моя любимая часть. Я тебе настоятельно рекомендую снять это как можно скорее, иначе я съем тебя. На съемках складывалось такое впечатление, что Юлю и Яна до Орла и Решки вообще никогда не кормили. Вообще на все не похоже. Сейчас пойму. Давай. Мой животик просто сейчас говорит, Юль, пожалуйста, хватит болтать, давай что-то купим и съедим. Там есть десерт, и я пошел за ним. Выдавись, меньше думай, больше ешь. Но надо отдать им должное. Ели они всегда красиво и грациозно. Это же скатерть стоит. Ну она рассчитана на это. Могло такое случиться, могло. Все нормально. Ну нет, не умею, это что угодно есть. У меня есть еще один хлебушек. Трамбонула себя конкретно. Церинная жизнь не для меня. Это именно не про меня. Сидеваться на нос. Нужна поддержка. А, вот это. Ааа, в руках капнуло. Ян свин. В общем, чего только наши ведущие в этом сезоне не ели. И блюда, приготовленные роботами. Лучок порезался, кинулся на бургер. Автоматически. Изысканные деликатесы от лучших поваров мира. Вот краб, краб, адекватно понятно. И приготовленный в антисанитарных условиях стрит-фуд. А он берет деньги, потом этими же руками берет эти кочори, дает еду. И самую настоящую дичь в прямом смысле этого слова. Я, друзья, никогда в жизни голубя не пробовала. И даже еду для животных. Как думаешь, в какой момент мне остаются скажут, что хватит есть? Как вы поняли, еды в этом сезоне было так много, что все трапезы в эфир просто не влезли. Как, например, сюжет о лепешке на Андаманских островах. Говорят, не пробовал в Индии уличную еду, не был в Индии вообще. Я решила не совершать ошибку и отведать популярное здесь блюдо – роти. Ой, слушай, смотри, какие неприкольные получаются, Сань. Давай попробуем. Роти – это традиционная индийская лепешка, местный вариант хлеба. Ее фишка в простоте приготовления. По сути, это мука, перемешанная с водой и хорошо прожаренная на плите. Звучит не очень, но выглядит аппетитно. How much? Fifteen? One piece? Ребят, ну давайте попробуем, даже если не вкусно, не буду есть. Ну что, пахнет как блинчик с маслом. Обалденно вкусно. Он не сладкий, не соленый, он идеальная база. Ну он как блин. Вот блин, он бывает сладкий или соленый, он бывает обычный. Ну вот здесь прям, ну очень вкусно, очень вкусно. Я хочу рецепт этого теста. Очень вкусно. Это самый настоящий, идеальный блин. И вообще, мама миа Санта-Лючье. Белиссимо, синьор. Но тут меня ждал сюрприз. Рыжий усатый таракан, мразь, ааа, блин, это в метре от моего блинчика, моего вкусного блинчика. Там целая стена тараканов. Ребята, ну это просто ужас какой-то, фу. Фуу, Саша, он огромный, он просто смотрел мне прямо в глаза. Чешется теперь все, все. Белка, белка, смотрите! Белка! Или это бурундук? Белка, бурундук, белка. Это бурундук? Сезон «Безумные выходные» уже сейчас можно назвать одним из самых милых и потешных. Ведь такого количества животных, которых наши ведущие уже успели повстречать, хватило бы на несколько полных сезонов. В индийском Раджастане мы катались на слонах. У слона очень плавный ход. Мы прям как будто бы на корабле плывем. Кормили обезьян. Вот это четко, вот это прям, знаете, кайфанул. Ребенок бы мне порадовался. На Андаманских островах нам посчастливилось покормить оленей. Вот где еще такое видано, чтобы олени ели кокосы? В Майами мы посетили невероятное шоу косаток. А в выпуске из Сан-Франциско мы побывали в одном из самых больших океанариумов в мире, где повидались десяток разных животных от смертельно опасных акул… Ооо, мурашки по коже. Просто ты видел, какие у нее вот такие огромные зубища? Да уморительных пингвинов. Ооо, это пингвин! Такой не жирный пингвин, а стройный пингвин, смотрите. Животных мы встречали чуть ли не чаще, чем люди. Привет! Ой, он писает. Он написался. Они клево выглядят, красиво и даже стилево. Но оказалось, что ведущая Юлия Коваль до смерти боится животных. Оооо, ребята, там змей! Я никуда не пойду идти. Фу, какая она огромная была, длинная, отвратительно, просто кошмар. Здесь написано, что это рай для летучих мышей. Я туда не пойду. Смотрите на эту уродцу, я не люблю мышей. Тем более летучих. Увидела бы я такое в чистом поле, бежала бы, ребята, на максимальных своих скрэстях. Ситуация такая. Вот этот стенд, он конкретно для очень маленьких детей, которые только познают мир и их учат не бояться всего. Я в свои, ну там, 20 копейками лет боюсь вообще всего. И я думала, что этот стенд для меня идеален, потому что я начну, ну, знакомиться с… В общем, попробуем. С крабиком мы уже познакомились. Представляете, что с ней случилось, когда в выпуске о Лас-Вегасе Юле пришлось посетить контактный магазин экзотических животных? На этот сюжет тогда не хватило эфирного времени. Поэтому смотрим его сейчас. Лас-Вегас – это город денег. А когда у вас много денег, вы можете позволить себе абсолютно все. Можно сходить в магазин и купить себе экзотическое животное. У меня денег нет, но посмотреть смогу. Зайдя внутрь, узнаешь две новости. Хорошая – это не просто магазин, а мини-зоопарк. Причем зоопарк контактный. А это уже для меня не такая хорошая новость. Что? Нет, 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 нет. Пусть остается там. Боже мой, что это за… Нет, 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 пожалуйста, нет, нет. Тут можно купить опоссума. Я не знаю, нравится мне оно или нет. Подожди. Нет, он не хочет, мы друг друга понимаем. Можно потискать хорька. У него так колотится сердце. Мне кажется, у нас сейчас одинаковое сердцебиение где-то 250. Можно поиграться с мышками. Ну я что, ненормальная? Вот зачем мне это делать? Что за форт Боярд? Я шла на другой проект. Можно подружиться с шиншиллой. Я как будто отец молодой, которому первый раз дали ребенка. Он не знает, что с ним делать. Красивая, правда красивая и милая. И вот когтей нет и сразу… не надо резких движений, все. И даже можно погладить змею. Уберите, пожалуйста, уберите. Посмотри, там толстый огромный змей. Короче… Ужас. Когда она смотрит мне в глаза, мне очень страшно. Но и это еще не все. За 300 баксов в этом магазине можно купить даже генету. Это африканский хищник. Нечто среднее между хорьком и гиеной. Серьезно? Вы серьезно? Он сейчас съест, он съест сейчас мышь. Все, он ест мышь! Боже, нет, 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 я не буду на это смотреть. Ну? Ты поел? Ты же даже ее не съел. Ну зачем ты меня так напугал? В общем, друзья, я уверена на сто процентов, что он не создан для того, чтобы жить в доме. И это не домашнее животное. Во многих странах продажа экзотических животных запрещена. В Вегасе, как вы видите, возможно все. В каждом выпуске «Орел и Решка. Неизданное» мы составляем для вас рейтинги самого-самого. Самые необычные блюда. Вкусно. Самые захватывающие природные красоты. Вот это вид! И многое-многое другое. Обалдеть! Это наши личные, субъективные, предвзятые, иногда сумбурные впечатления. Офигенно! Мурашки по коже. И никакой рекламы или антирекламы. Всех, кто не вошел или вошел в список самых-присамых, просьба не обижаться. Надеюсь, среди издателей «Орла и Решки» много любителей чего-то неординарного. В сегодняшнем выпуске неизданного сезона «Безумные выходные» мы представляем вашему вниманию рейтинг самых экстремальных развлечений. Итак, третье место. Самая высокая точка для роуп-джампинга в мире. Лас-Вегас. Я ж посидею к концу сезона, думаю, какой сезон, а второго выпуска уже. Свободное падение с высоты 261 метр. Жизнь держит лишь прикрепленный к спине резиновый канат. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Не страшно – на видео, научCON die. Ой-ой-ой! Очень жестко. Очень жестко. Я не успел вообще ничего не увидеть. Реально, просто не увидел город. Что за развод? Давайте еще раз. Второе место. Прыжок с парашютом с высоты 4 тысячи метров в Майами. Нечертовски страшно. Особого драйва добавлял тот факт, что прыгал с парашютом наш ведущий впервые. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Как передать эмоции? Не знаю. Просто спасибо, что я выжил. Как я мечтал сделать это. Я реально даже не представлял, насколько это круто. И наконец заслуженное первое место. Полет на истребителе в Лас-Вегасе. Это вам не на самолете большом летать. Но вижу весь мир. Особенностью полета являются фигуры высшего пилотажа. Во время выполнения которых человек получает перегрузку, сравнимую с нагрузками космонавтов. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Сегодня мы покажем вам, что действительно происходило с ведущим после приземления. Мокрый весь. Посмотрите, это как надо было вспотеть. Просто потная подмыха. Лицо уплывает насмерть и просто кровь уходит. Ты прям чувствуешь, как она уходит. И реально у тебя медленно сужается этот черный круг и ты не видишь вообще ни черта. И я ему хочу вроде бы что-то сказать, но лицо так перекосило, что я даже его поднять не могу. Именно реально мои одноклассники собрались выпить пивка. Безумный сезон только начался, а экстрима было уже так много, что некоторые сюжеты даже не поместились в программы. Вот, например, как сюжет из Венеции. Я приехал в Падаю. Здесь находится самый глубокий бассейн в мире. В айфоте The Deep Joy. Этот цилиндрический бассейн глубиной 40 метров. Только представьте, этот бассейн в глубину размером с 15-этажное здание. Разфиксировали, да, 15 этажей? На его постройку ушел целый год и силы команды в 600 человек. А наполняли этот бассейн водой целых 9 дней. Все для того, чтобы здесь могли тренироваться фридайверы. Фридайвинг – это подводное плавание без акваланга. Цель которого – погрузиться на максимальную глубину, используя только свой объем легких. Этот вид спорта считается одним из самых опасных в мире. Ведь на каждые 500 ныряний в глубину приходится одна смерть. Я тоже решил нырнуть и для этого взял самого лучшего инструктора, которого только можно было представить. Алексей Молчанов – 14-кратный чемпион и рекордсмен мира по фридайвингу. Ну что, я готов, заряжен. Можно нырять? Можно. Поехали. По его словам, человек, раньше не тренированный, после одной правильной разминки может задержать дыхание не больше, чем на 1,5-2 минуты. Но для опытных фридайверов задержка на минуты 3-4 – это обычное дело. Ну что ж, пора и мне проверить свои силы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первые 5 метров вода пытается тебя вытолкнуть. И чтобы бороться с ней, приходится прилагать максимум усилий. На 8 метрах из-за сильного давления начинает сильно закладывать уши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десять метров. Вода уже не пытается вытолкнуть, а наоборот тянет ко дну. Из-за этого становится как-то не по себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сдался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, ну что, ребятушки, это оказалось намного серьезнее и интереснее, чем это выглядит со стороны. Как будто люди просто ныряют в этом ничего необычного. Но на самом деле интересно, глубина бассейна сумасшедшая. Сложновато чуть-чуть. У меня немного болят пазухи и немного кровит нос, но это из-за проблем с носом. А так прикольно, но с аквалангом мне нравится больше. Ни для кого не секрет, что шиковать и тратить деньги с безлимитной карты – любимое дело ведущих Орла и Решки. Восторг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но новые ведущие сезона «Безумные выходные» смогли удивить даже видавших виды продюсеров. Поехали умножать нашу безлимитную карту. Ну или все проигрывать в казино. Наши новички Юля и Ян всего за восемь уикендов умудрились потратить с безлимитной карты рекордную сумму – 118 тысяч долларов. Я спущу здесь все деньги, которые есть на моей безлимитной карте. Если там есть какой-то лимит, он сегодня будет исчерпан. На истребителе я буду истреблять деньги на моей безлимитной карте. Ммм, класс. Ааа, боже, как приятно. В Лас-Вегасе Ян заплатил 777 долларов за бургер. Здесь внутри есть фуа-гра, лобстер, столетний бальзамический соус. В Майами он катался на Роллс-Ройсе за полторы тысячи долларов в сутки. Я полностью изолирован от общества. Мне вообще как будто бы очень все равно на все, что происходит вокруг. И жил на вилле стоимостью 3 с половиной тысячи долларов. Ян, дышим, дышим. Короче, этот дом полный улет. Я рад. Это такая слеза. А в Венеции наш ведущий поселился в шикарном старинном дворце отеля, выложив за номер 26 тысяч евро. Я взволнован. Что это? Это точно номер. Это не резиденция президента. Юля старалась не отставать и сняла себе в Раджастане номер в одном из крупнейших дворцов в мире. Обошелся он в баснословные 15 тысяч долларов в сутки. Это просто сказка. Это восточная какая-то жизнь. Господи, боже мой. А в Нью-Йорке ведущая решила пообедать пиццей, которая за свой сумасшедший ценник даже попала в книгу рекордов Гиннеса. Две тысячи долларов. Две тысячи баксов. Да я бы год себе пиццу заказывала домой под сериальчик. Но это еще что. В Нью-Йорке Юля попробовала очень дорогое какао. Сюжет о нем тогда попросту не поместился в насыщенную программу. Пришло время это исправить. Вот вам лайфхак. Никогда не доверяйте прогнозу погоды в Нью-Йорке. Потому что здесь всегда по ощущениям в два раза холоднее из-за влажности и сильного ветра. Поэтому я пришла согреться очень дорогим какао. Подается оно в заведении Two hundred thirty fifth rooftop bar и стоит три тысячи долларов. Что вообще происходит? Итак, почему же это какао такое дорогое? Во-первых, сюда добавляют съедобное золото. Побольше золота мне. Во-вторых, большой объем. Здесь 20 литров какао. Обалдеть. Мне кажется, если я все это выпью, меня не пустят в самолет домой. Как правило, такую чашку берут на большую компанию. По факту, как большое такое ведерко, из которого каждый себе берет и наливает какао. Как в столовой школьный, в чашку. Каждый идет, садится и все. Но я получается себе целое ведро этого какао купила. Ну и в-третьих, сюда добавляют особенный шоколад. Амадео Борселана Дарк Чоклад. Это самый дорогой шоколад в мире. На секундочку. Теперь неудивительно, почему это стоит 3000 баксов. Но это вызов. Я должна это сделать. Но оказалось, что во вкусе этого какао нет ничего особенного. Какао и какао. Мне такое готовила мама, когда я ходила в школу. Ну правда без маршмеллоус, это было деликатесом на тот момент. Но не пропадать же добру. Да еще и за такую цену. Если зайти на такое какао погреться, то можно в принципе тут всю зиму переждать. Уйти весной и пойти пить какой-нибудь большущий лимонад, чтобы охладиться. Я больше не могу пить какао. Какао, прости. Но нет. Спасибо. Сан-Франциско. Один из самых живописных городов Америки. Здесь Юля с безлимитной картой арендовала себе дом, который оказался полон сюрпризов. Для чего вот эта палка? Просто скажи. Просто? Я думала, ну там исследование проводить, легкотня. А это знаешь для чего? Повернись. Теперь моя очередь показывать. Ну как? Рекально? Ян же все выходные провел со ста долларами, пытаясь сложить слова в предложение. Достопримечательность вторая. Кинотеатр в глазке. Здесь крутят немые кинопленки. Раньше на этом месте был бутик с женскими колготками-чулками. Ой-ой-ой. Посмотрите, как круто. Кажется, я на краю земли. Не знаю, как это описать. Это очень волшебное место. Тут чувствуется невероятная мощь природы. Мы не можем связать предложения, потому что здесь очень красиво. В этом выпуске было столько красот, что сюжет про один живописный мост так и не попал в эфир. Внимание на экран. Прилететь в Сан-Франциско и не доехать до моста Бигсби-Крик это преступление, друзья. И я, конечно, хоть и бандитка, но такие преступления совершать не хочется. Точнее упускать такие возможности. Бигсби-Крик один из самых высоких железобетонных мостов в мире, высотой в 34 этажа. Он был построен 88 лет назад и соединил две стороны ущелья. Тем самым облегчив маршрут водителям, которым раньше приходилось ехать в объезд. При даче он получил звание одного из самых фотографируемых мостов. Все потому, что его неоднократно снимали в фильмах, сериалах, рекламе и даже показывали в компьютерных играх. Но такая популярность увеличила поток туристов и чуть не разрушила мост. Дело дошло до того, что местные власти стали ограничивать поток туристов. Точнее не поток туристов, а количество заезжающих туристов на мост. Потому что может случиться обвал. Как видим, это помогло. Мост все еще на месте. В такие моменты, друзья, конечно, может это прозвучит банально, но путешествовать круто. Надо, несмотря на ветер, несмотря на мягкий диван, на огромное количество забот подниматься и путешествовать. Главное, шапку не забывайте надевать или хотя бы в чемодан к себе кладите. Вот вам еще один плюс премиальной карты Мастеркард. После каждой оплаты мне начисляются бонусы, которые я потом обменяю в программе вознаграждений. Кстати, посмотрим, что там есть интересного. Пишем? Да. Юль, я их… Мотор? А сейчас уже начали? Да. Юль, я их даже ел, ел лягушатину. Ян, если честно, это удивительно, потому что с золотой картой братья есть лягушек. Серьезно. Друзья, это был наш первый выпуск с Орлом Яном Гордиенко. И с решкой Юлией Коваль. Спасибо вам большое. Давай еще раз. Поехали сразу. Я, Юль, даже лягушатину ел, лягушечек кушал. Зачем? Потому что могу себе позволить. Ян, я не понимаю, как можно было с золотой картой додуматься ловить и есть лягушек. Друзья, это был наш первый выпуск с Орлом Яном Гордиенко. И с решкой Юлией Коваль. Ты скажи-ка мне вот что, ты Решки Юлия Коваль лягушку привез попробовать? Нет. Как это нет? Я привез нечто более интересное. Я вернул тебе твое кольцо. Держи. Ура! Ура! Всем спасибо! Первая съемка в эталон кончено! Все вместе! Ура! 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 Давайте спать! Ура! Ура!